Лыжня России Мы очень рады этому празднику, потому что такие праздники объединяют семьи. Здесь участвуют как мамы, так и родители, так же дедушки, бабушки. Нам все очень нравится. В 2015 году Омская область – один из трех российских регионов, где в рамках массовой лыжной гонки все желающие смогли сдать испытания физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это школьники 2 километра без учета времени и студенты 3 километра без учета времени. То есть те протоколы, которые сегодня будут подготовлены, участники, которые были, они автоматически сдают зимние нормы ГТО по лыжам. Начиная с этого года, результаты спортивных достижений школьников, в том числе результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения в дополнение к ЕГЭ. Три, два, один, старт! Традиционно наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Лыжню России 2015 по традиции открыла ВИП-гонка на 2015 метров. Вслед за ней соревновательные дистанции в 5 и 10 километров. На последней замечена Оксана Усатова, недавняя чемпионка Всемирной универсиады. Сегодня бежит Омскую гонку. Для меня это большой праздник, это очень приятно. Здесь все начиналось, вся моя лыжная карьера. Такая очень приятная здесь выступать. К тому же хорошее настроение, массовый праздник попросили. Я с удовольствием, такая ностальгия, очень приятно, конечно, выступать на родной земле. Но не только профессионалам с именем покорилась Омская лыжня. Успешно сложилась гонка и для молодых, но не менее талантливых спортсменов. Начало гонки выдалось не очень. Ну, старт я проспал, так скажем. Ну, а потом догнал соперников, ну и сделал свое дело на финише. Победителям и призерам гонки вручили медали, дипломы и кубки Министерства спорта России. А также ценные призы от спонсоров соревнований. Но самые главные рекорды здесь все же не метры и секунды. Главные достижения лыжни России – это улыбающиеся, жизнерадостные лица омичей, пересекающих финишную черту. А самая высокая награда – вера в людей и свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам. Редактор субтитров А.Семкин